История музея берет свое начало с 1961 года, когда в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Активисты села написали письмо первому космонавту планеты с приглашением посетить родину основоположника космонавтики. В ответ на письме Гагарин сообщил, что с большим удовольствием прочитал его и обязательно навести Тыжевское, как только будет возможность. После чего было принято решение открыть в селе музей Циолковского. Торжественное открытие состоялось в 1967 году. На мероприятии присутствовал легендарный советский конструктор-специалист в области ракетно-космической техники Владимир Федорович Уткин. А то самое письмо Гагарина стало экспонатом номер один. В 2022 году вся страна и, конечно же, мы отмечаем 165-летие со дня рождения Константина Циолковского. Мы также отмечаем 55 лет с момента основания музея на его родине в селе Ижевском. Присутствуют еще дополнительные юбилейные даты. Это 635-летие села Ижевского. Центром экспозиции сегодня является реальный спусковой аппарат. Единственный элемент космического корабля, который возвращается на Землю. Вот в этом самом аппарате наш земляк, единственный космонавт Рязанской области Владимир Аксенов, который был бортинженером космического корабля «Союз-22» и командир корабля Валерий Быковский, в 1973 году вернулись на Землю с орбиты. А в 1980-м аппарат передали музею в Ижевском. Когда нужно вернуться, космонавты через люк заплывают, садятся в ложементы, специальные кресла, которые делаются точно по фигуре для каждого индивидуально. И если космонавт прилетает на одном корабле, а возвращается из космоса на другом, то свой ложемент он переставляет на тот корабль, на котором возвращается. Это делается для того, чтобы при спуске с орбиты легче переносились перегрузки. Пристегиваются ремнями космонавты, сидят они там, прижав руки, ноги, голову к телу, так называемый позе эмбриона, и происходит спуск. От полной расстыковки до приземления проходит порядка 40 минут. Некоторая часть спуска космонавты проводят в огне, взлетит большой огненный шар, температура за бортом до 1500 градусов доходит. Поэтому обшивка корабля сгорает. Когда огонь гаснет, отстреливается специальный парашют. Он тормозит скорость спускаемого аппарата. Помогают смягчить удар аппараты о землю, также двигатели мягкой посадки. В этом же зале представлен реальный скафандр Олега Макарова. А в 2017 году мэр города Циолковский подарил музею отработанную соплу первой ракеты, запущенной с космодрома Байконур. Сплавы, из которого изготовлен экспонат, настолько твердые, что МЧС, который приезжал нам, помогал выправлять форму, чтобы придать округлую форму, потому что при падении она смялась вся. Использовали определенные свои инструменты, и эти инструменты сломались. В других залах музея представлены вещи и научные труды самого Константина Циолковского, а также воспроизведена комната его отца, местного лесничего. В селе по сей день сохранилась усадьба Циолковских, где родился Константин Эдуардович. Сейчас идет реконструкция дома, а внутри планируют открыть музей ижевских ремесленников. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».